Итак, друзья, всем привет! Сегодня начнем разбираться, что такое фокус стекинг, а также зачем в макросъемке могут быть нужны tilt-shift объективы. Для этого я буду использовать объектив TT Artisan, который у нас 100 мм, имеет 2х кратное увеличение и при этом он tilt-shift. Что касается тилта, наклона, мы можем наклонять объектив вверх или вниз относительно нашего фотоаппарата, это нам позволяет наклонять грипп, чтобы он шел либо так, либо вот так у нас. Также здесь есть у нас кнопочка, которую зажав, мы можем вращать объектив и вращать гриппом, да, и теперь он у нас вот по диагонали нагибается. Кнопка фиксирует очень удобно, здесь претензий вообще никаких нету и управлять гриппом, вращением его стало прям классно. Я делаю фотографию книги, у меня объектив в обычном положении, диафрагма 1.4. Мы видим, насколько узкая полоска грипп, у нас сначала в надписи не влезла конец, в надписи не влезла и только небольшая полосочка посередине. Здесь у меня тоже диафрагма 1.4, но я наклонил объектив, у меня наклонился грипп и теперь он идет прям по поверхности моей обложки. И мы видим, что вся надпись у нас в резкости, это на диафрагму 1.4, то есть нам не нужно очень сильно закрывать диафрагму, нам не нужно ничего склеивать, мы можем без проблем получить всю фотографию в резкости. Мы привыкли, что грипп у нас может быть ближе дальше, но вот видите, я поднимаю, все что выше выходит из гриппа, а все что ниже также будет выходить из гриппа. Рука также, чем она выше от книги, тем она вне резкости, то есть грипп у нас не параллелен камере, а лежит параллельно книге. И допустим, если вы снимаете некую там многоножку, которая очень длинная, но при этом тонкая, вы можете пытаться очень сильно закрыть грипп, чтобы вся многоножка у вас была в гриппе, либо использовать опять же стек, что вызывает ряд проблем, особенно когда насекомое подвижно, либо вы можете наклонить грипп. И получится, что вам достаточно совсем небольшой толщины гриппа, потому что многоножка у нас не толстая, но длинная. Она будет у нас вся лежать в плоскости гриппа, но при этом толщина его будет небольшая. Если вы совсем ничего не знаете про тилт объективы, как они наклоняют грипп и как вообще это работает, то в описании под видео будет ссылка на подробный разбор. Также тилт эффект может давать какие-то необычные эффекты, допустим, вы можете снимать не так, чтобы как обычно у нас есть объект и за ним размытый фон. Вы можете сделать так, чтобы размытие уходило вниз под него, что в ряде случаев тоже может быть интересно. Что касается shift эффекта, когда у нас объектив может смещаться сверх-вниз, теперь мы можем смещать фотоаппарат, объектив относительно фотоаппарата, либо вправо-влево, либо опять же повернуть его и смещать вверх-вниз, для того, чтобы у нас линии выравнивались. Вообще это используется больше в архитектурной съемке, чтобы можно было делать фотографии высоких зданий и при этом линии были все ровные. Для съемки насекомых это мало пригодится, но если вы снимаете какую-то предметку миниатюрную, в ряде случаев, когда у вас есть вертикальные линии, у вас нижние ракурсы, может быть, что вам это пригодится и проще сразу во время съемки все это выровнять. Для любителей макро будет очень классной штукой, что здесь у нас по кругу есть крепление, вот их 4 штуки. Сюда мы можем сделать, он в комплекте идет, одеть горячий башмак, прикрутить его. И вот он у нас расположен, на самом краю объектива, можем сюда ставить постоянный свет, либо вспышки и в ряде случаев, когда нужно прям наклонить объектив, вспышку вот сюда вперед, у нас не будет тени от объектива. Вспышка очень близко находится, тут какие-то рассеиватели и тень от объектива не будет нам мешать. Посмотрев обзоры различных объективов от разных макрофотографов, заметил, что большинство из них стараются снимать на не сильно закрытых диафрагмах. Обычно это 5,6, максимум 8. Если закрывать сильнее, у нас уже идет дифракция, потеря резкости, картинка становится более мягкая, это не очень подходит для съемки предметов мелких, особенно насекомых. Но в этом случае, особенно если мы будем снимать с двукратным увеличением, мы и так находимся очень близко к объекту съемки, и у нас еще диафрагма не сильно закрыта, гриб получается совсем маленький. И здесь нам помогут макрорельсы. С макрорельсами все очень просто. Я взял самые простые, ссылку не буду указывать, потому что они очень хлюпенькие, я их не рекомендую. Я взял, брал чисто для теста, чтобы вообще саму систему попробовать стекинга. Это устанавливается у нас на штатив. Здесь идет резьба не обычная, как во всех фотоаппаратах, а резьба штативная. То есть вам нужен либо переходник, либо штатив, либо штатив, у которого снимается голова, и вот здесь резьба как раз под голову. Вы сюда сверху прикручиваете фотоаппарат свой обычно, и небольшими движениями можете вертеть ее, да, и вот она у нас по миллиметрам начинает смещаться вправо-влево. У меня стоит двукратное увеличение, диафрагма закрыта на 16, и это уже считается не очень хорошо, потому что начинается дифракция. Но даже в этом случае у меня всего часть лапки в фокусе, а мне нужно сделать так, чтобы вся фотография была резкой. Поэтому нам придется сделать несколько фотографий, когда у нас гриб смещается. Вот он на лапке, вот он чуть дальше, еще, 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 и так или иначе пробегает по всему нашему насекомому, ну или главному объекту съемки. Сделать это можно по сути двумя способами. Это либо крутить фокусировочное кольцо, постепенно смещая фокус все дальше и дальше, либо смещать фотоаппарат. И предпочтительней второй вариант, потому что если смещать точку фокусировки, то у нас может возникнуть такая проблема, как дыхание фокуса. Есть такая проблема, если вы о ней не слышали, то ссылка на подробное видео будет в описании. Если мы будем смещать точку фокусировки, у нас произойдет так называемое дыхание фокуса, что приведет к большим проблемам при склеивании наших фотографий. Ну и плюс, нам нужно иметь возможность по миллиметрам смещать, делать фотографии с одинаковым смещением гриппа. Это очень тяжело, когда мы делаем фокусировку. Намного удобнее это делать с помощью макрорельс. Использую джойстик, потому что у меня длинная выдержка. Делаю фотографию. У меня сейчас 4 секунды стоит выдержка. После этого смещаю на 2 деления. Ну опять же, в зависимости от крупности и прочего. Но я по 2 деления двигаю. И дождался, чтобы фотоаппарат не трясется. Делаю вторую фотографию. Потом загружаем наши фотографии в RAW конвертер. Делаем корректировку. Было у нас так, стало у нас так. Настраиваем всего одну фотографию и применяем ко всем остальным. Разумеется, во время съемки надо использовать режим M, чтобы все было одинаково. Одинаковый источник света, ничего не менялось. Одинаковый баланс белого. И потом мы просто применили и получили одинаковый цветокор. Что касается фотошопа, здесь все очень просто. Заходим в файл, сценарии. И здесь у нас есть загрузить файлы стек. Я открываю готовые фотографии. Здесь у меня их 18 штук, без фанатизма. Вообще у людей там доходит до 100-150 фотографий. Выделяю все, нажимаю ОК. Они у меня загрузились. И здесь я обязательно ставлю галочку попытаться автоматически выровнять исходное изображение. Вообще, конечно, даже фотошоп не уверен, что у него получится. Но, возможно, если у вас когда сильная тряска рук и прочее, могут быть проблемы. У меня с этим не было. Ставлю галочку, нажимаю ОК. И вот он, что он мне сделал. У меня теперь все фотографии, они немножечко видно, как у нас смещается гриб. Но при этом сам жучок, все его детали, все на одном и том же месте. Несмотря на то, что у меня самые дешевые рельсы, какие я нашел на Алиэкспресс, они там разболтаны. И получились не очень ровные фотографии. Но здесь он мне все сделал так, что они прямо одна на другой, ровно там, где должны быть. Когда вы все это сделали, выделяем все фотографии. С зажатым шифтом, да, все я их выделил. Редактировать. И здесь есть автоналожение слоев. Здесь есть метод панорамы и метод стековый. Причем здесь у нас нарисован, на самом деле, пейзаж, да. То есть вы понимаете, что это можно использовать не только для макро. А вы можете делать пейзаж. Сделать одну фотографию на ближнем плане, на среднем, на дальнем плане. И с помощью этой программки быстренько получить фотографию, где у вас все резко от начала до конца. Галочки снизу все нажаты. Нажимаю ОК. И вот, что он мне сделал. У меня появился каждый слой. У каждого есть черная маска с белым выделенным. Там уже дальше просто у меня не было фотографий, где задний план резкий. А здесь все, что где было, он мне сделал. Вообще считается, что Photoshop не очень хорошо с этим справляется. И если у вас увеличение там двухкратное или более, то желательно использовать специализированные программы. Там они работают лучше. Есть возможности корректировки. Но в любом случае, что там, что здесь, вам придется маски подрисовывать, подделывать. Потому что, на первый взгляд, вроде как у нас все классно. Но когда мы начнем приближать, вы заметите, что вот здесь вот стали появляться, да, вот такие вот, как бы, каемочки. И я после этого уже смотрел на многих других фотографиях, выложенных в интернете макро. Если увеличить, можно заметить, что у большинства вот такие вот кое-где каемочки. То есть там более крутые фотографы заморачиваются, их убирают. Но я думаю, вы понимаете, какая вот эта вот рутина все это делать. На самом деле, в соцсети, когда мы выкладываем, просто в интернет выложили, и в глаза это не бросается. Но если стремиться прямо об идеальном качестве, желательно использовать специализированные программы. Идея будет так же. Так же вы все сняли. Так же склеилось. Просто изначально это будет получше. Но все равно придется доделывать руками. Если вы для себя просто в удовольствие, то, я думаю, многим это будет приемлемо. Здесь у нас было 18 штук. Поэтому все равно есть вопросики. Если придираться, да, у нас вот здесь, допустим, на УСУ у него есть размытость. Вот там еще кое-где не очень все хорошо получилось. Photoshop хорошо справляется, когда у нас там несколько фотографий. 3, 5, там, ну, не больше до 10, грубо говоря. Чем меньше, тем лучше. Это приемлемо, когда вы снимаете один к одному. То есть не в двукратном увеличении, а один к одному. Здесь макро, он не один к одному. Диафрагма закрыта была очень сильно, да, и буквально несколько фотографий. И Photoshop очень хорошо склеил. Здесь вопросов никаких нету. Вся, вот, весь участок. Нигде нет такого, что там что-то неправильно склеил. Все у нас где надо резкое, где не надо размытое. Проблем не было. Но если вам хочется двухкратное макро или больше, особенно пятикратное, да, то здесь у нас, конечно, уже будут проблемы в Photoshop, когда там много фотографий. Нужно будет использовать специализированные программы. Но, я думаю, идею вы поняли. Кому интересен данный объектив, в описании под видео будет ссылка на скачивание фотографий. Это рафки конкретно без всего, чтобы посмотреть, как он себя ведет, как все получается. Первые фотографии, где жучок у нас весь, это один к одному и диафрагма 16. И также вот здесь два к одному, диафрагма тоже 16. А вот эти более светлые, это диафрагма F8. На восьмерке считается как бы идеальное качество, чтобы посмотреть, на что он способен поковырять в своих программах и понять, подходит вам или не подходит. И здесь последний, это тоже один к одному. Поэтому, кто рассматривает для себя данный объектив, я думаю, будет полезно и вы поймете, нужен он вам или нет. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите, он у меня есть. Но и надо не забывать, что это отличный 100-мм объектив с диафрагмой 2.8. Кто-то может и портреты проснимать. Ну и также интересный tilt-shift эффект, когда нужно особенно там город поснимать с какой-то высокой точки и так далее. До этого у меня был 50-мм tilt-shift и часто мне не хватало фокуса. В каких-то ситуациях хочется пошире, а в каких-то наоборот поуже. И вот здесь вот мы также можем управлять очень тоненькой полоской гриб, получать эффект миниатюры и необычные фото и видео. Также помним, что мы можем вертеть наш гриб как угодно. Можем сделать, чтобы именно вся улица у нас была резкая, а вправо-влево все размывалось. Ну и также смещение. У нас фотоаппарат неподвижен. Я сместил только объектив относительно фотоаппарата влево. Вот сейчас по центру и опять вправо. И вот сейчас он вернется на центр. То есть вообще это, конечно, нужно для других дел, но в каких-то случаях вам это может пригодиться и для небольшой панорамы. Объектив довольно многофункциональный. Я думаю, здесь каждый для себя понимает. Нужен он, не нужен. Для чего вообще может пригодиться. Но надеюсь, видео было полезно. Если остались вопросы, пишите, задавайте. Всем спасибо.